Самый центр Баку и здесь у нас трасса Формула-1. Я теперь понимаю почему здесь все дороги перебегают, это практически все новодел. Кондиционер это символ богатства и пока я шел быстро все исправили. Баку рай для автобыдлой. Вот сюда в забор мы можем перейти, да? Ну хорошо. Рестораны делятся, так скажем, на туристов, на местных и рестораны, про которые редко даже знают местные. Эти улицы совершенно не похожи на какой-то постсоветский город. Допустили все возможные ошибки, которые можно было допустить. Здесь какое-то новое место в Бук-центре, мне многие бакинцы его советовали посетить, писали на почту. Но сюда нельзя входить с камерами, нельзя снимать. К сожалению, такое часто бывает, когда люди делают что-то хорошее, они стесняются это показывать, никому не хотят показывать. То есть что-то плохое снимай не хочу, а какие-то крутые новые объекты, то, чем может действительно гордиться, люди снимать не разрешают. Это на заметочку тем, кто устанавливает ограничения. Это так называемый Белый город, новая масштабная застройка в Баку, что прикольно, они делают квартальную застройку, стилизованную под Париж. Очень необычно вообще для постсоветского пространства, потому что обычно, когда речь идет о массовой жилой застройке, то у нас кроме муравейников и микрорайонов делать ничего не могут, а здесь прямо такая классическая квартальная застройка. Я с точки зрения архитектуры комментировать не буду, я не очень понимаю все эти пародии, ну плюс здесь вот хорошо видно качество строительства всего этого, это отдельная тема. Здесь интересен именно сам формат застройки, то что они делают квартальную застройку, новую, масштабную. И это прямо удивительно для наших мест, ну и потом надо обратить внимание на то, что она малоэтажная, то есть здесь 6-7 этажей, то есть это не муравейники. Друзья Бакинцы, открою вам секрет, что нормальные ребята в жилой застройке такие переходы не делают, он должен быть приподнят в один уровень с тротуаром, и не пешеход должен спускаться на уровень дороги, а автомобиль должен подниматься на уровень перехода. Тогда у вас будет улица безопасная, удобная и красивая. Конечно, парковка-елочка тоже глупость, парковка-елочка лучше не делать. Обратите внимание, что высадили уже взрослые деревья. Хорошо, здесь вот какие-то картинки, как это будет когда-нибудь выглядеть. Ворота, входы, все такое в классическом стиле, здорово. Очень необычные вообще эти улицы, то есть совершенно не похожие на какой-то постсоветский город. То есть мансарды, вот эти вот балконы, еще никто ничего не застеклил, никто ничего не достроил, не пристроил. Выдают только очень широкие улицы, неправильные переходы. Ну, среду вокруг бы нормально делали, то было бы действительно прямо Париж. Обратите внимание, это просто четырехэтажные дома, никто не делает этих вот муравейников, как у нас. Но странно почему здесь никто не живет, то есть вроде дома сданы, но никто не живет. Здесь хорошее благосостояние, вот здесь даже почти правильный переход. Вот смотрите, вот здесь даже они городскую среду нормально сделали. Такой необычный пятачок. Тут вот название улицы указано, видимо. Или что это? Или это либо название улицы, либо еще что-то. Вторая, Си, Яси, Лада. Здесь какие-то вот лавочки модные, озеленение. Слушай, мне очень нравится этот трое. Ну, конечно, улицы пошире, конечно, чем в Европе. Потому что они строились сейчас, а в Европе строились, хер знает куда. Нет, это вообще просто очень нетипичная застройка. То есть вот как массовая застройка, такого на постсоветском инфраструктуре редко встретят, чтобы что-то подобное делали. Водосточные трубы, смотрите, они сразу уходят в ливневую канализацию. Как? Как в Париже. Все, здесь все правильно. А вот здесь сказка заканчивается во дворе. То есть вот я говорю, они сделали правильный формат. То есть вот то, что квартальная застройка. Вот здесь... Посмотри, окна светятся, мансард, сон такой. Вот это, нет, посмотри, вот это все круто. Но дальше у них, когда дело дошло до проектирования дворов, улиц и всего остального, у них вот задор кончился. Поэтому вместо крутого благоустройства, которое здесь могло быть, здесь просто все залито асфальтом и везде парковка. О, свет включили. Смотри, все, стало светло во дворе и парковку подсветили. Странно, да, вот это очень... Тем более у них есть подземная парковка и непонятно, ну почему бы не сделать хорошие благоустроенные дворы. У них просто везде дворы парковки. Очень все так по-европейски сделано. Благоустройство, брусчатка, плиточка, какие-то вот современные лавочки. Там вот какое-то вот здание. Смотрите, да, вообще совершенно нетипичная застройка для постсоветского пространства. Но потом ты вот так вот приглядываешь и вот такой... И двор, парковка. И ты понимаешь, что все-таки ты дома. И без машины под окном ни одно дело не обходится. Грустно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще очень необычно. Так вот смотришь. Прямо совершенно как в Европе где-то. Пустые улицы пока, но выглядит интересно. Я не знаю, что внутри по качеству. Напишите, кстати, в комментах бакинцы, что как там у вас дела в плане качества строительства. Ну вот то, что я вижу внешне. Именно я говорю про формат застройки, это грамотно. И мне нравится, что в Баку строят не микрорайонные муравейники, а строят такую европейскую плотную квартальную застройку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая попытка попасть в букцентр. Недавно нас оттуда выгнали с позором. Но сейчас вроде разрешили, дали благословение. Как в школе, а теперь выйди, войди нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И самая главная особенность нашего центра, что у нас можно как в библиотеке читать. То есть не обязательно книги покупать. Вы можете любую книгу понравившую взять, почитать, оставить, прийти на следующий день, дочитать ее. И есть люди, которые сюда приходят как в библиотеку. То есть я могу прийти и взять любую книгу, сеть и читать? Абсолютно. Какую хотите. Главное без фотоаппарата. И не обязательно. Ну, с фотоаппаратом так, я вам объясню, в чем у нас проблема. Дело в том, что место красивое, и все хотят здесь снимать рекламу. То есть приходят и совершенно на таких общественных началах думают, можно снять рекламу, под сетем воспользоваться. Поэтому в этом смысле мы рекламную съемку запрещаем. А что вам плохого? Будут люди снимать, все будут знать про ваш прекрасный центр. Наоборот же хорошо. Нет, ну смотря кто. Вот если вы снимаете, это другое дело. А когда приходят люди и начинают снимать для раскрутки какого-нибудь своего там магазина, скажем. Так какая разница? Ну хорошо, а вам все плюс. Они же все знают, что снимают у вас. У вас будет главное место, самое красивое. Ну вот видимо мы еще до этого не дошли. Это же наоборот реклама. Да. С одной стороны вы правы. Просто у нас очень много людей, которые косвенно используют это. Приходят с оборудованием, с осветительными приборами. Можно запретить штативы спустя. Ну вот, да, в принципе камеры можно. Вот ваши камеры, я же не видела с кем-то с кем вы пришли. Вы пришли с небольшим фотоаппаратом. А приходят с осветительными приборами, хотят снимать здесь передачи какие-то. Начинают мешать людям. Все то, что вы видите, это работа азербайджанских дизайнеров. Лестница похожая в порту, знаете? В порту взяли. Да, только она там красная. Да. Вы оттуда взяли? Мы не оттуда взяли. Я чувствую, чем вы вдохновлялись. Нет, у нас я не была в порту и не видела лестницу. Потрясающий книжный магазин. Да, я знаю, просто я его видела в интернете, но никогда там не была. Но мне сказали, что якобы она чуть поменьше, чем эта. Здесь у нас книжки на азербайджанском. Вся литература, которая сейчас в мире популярна, она переводится на азербайджанский язык. Все авторы, практически все, что есть, бестселлеры, они все есть на азербайджанском языке тоже. Самая красивая часть этого книжного центра, она находится скрыта от глаз обычных посетителей. Здесь сидят сотрудники и посмотрите, какая у них просто невероятная потрясающая лепнина на потолке. Говорят, все оригинальное. 19 век, просто сумасшедшая красота. Вот себе домой такую. Вот походный экскурсионный архив, в котором собрано 750 фотографий видов старого Бакуа. Причем это архивные фотографии, а некоторые из них совершенно уникальны. Смотрите, аэрофотоснимок Баку 1918 года. И когда я вожу людей экскурсиями по городу, я люблю показывать им место сейчас в сопоставлении с тем, как это место выглядело. Скажем так, в прошлом веке. Иногда узнаваемо, а иногда совершенно не узнаваемо. Но во всем этом чувствуется где-то преемственность, а где-то динамика города. Так что вот с этими вот фотографиями город по своему здоровья. Бакинский рабочий театр, который до этого был театром Микаду, он претерпел очень интересную трансформацию своих обликов. То есть поначалу это был японский синематограф, который построил один из бакинских купцов, побывавший в Японии. Затем в 20-е годы в таком проекультовском стиле его перестраивают в БРТ. И в принципе уже довольно изуродовали, но еще не снесли. Затем в чуть более поздний период, когда распространяется конструктивизм, его перестраивают вот так вот. Такое здание мы помним хорошо. А уже потом в 90-е годы его начинают перестраивать в псевдо-национальном стиле. Получилось очень как-то все безвкусно. Так вот во времена Бакинского рабочего театра здесь играла Фаина Георгиевна Раневская, дочь небогатого нефтепромышленника, который однажды вечером на улице пристал какой-то местный кадр. Он стал ее преследовать. Раневская очень так кучерно одевалась, и она остановилась и так своим прокуренным голосом сказала «Не преследуйте меня, я некрасива». Кадр был удивлен такой самокритикой, но не поленился. Дошел до первого столба фонарного, забежал вперед, посмотрел и сказал «Пожалуй, вы были правы». Вернулся и шел. А нам сказали «Махал». Вот так. Один эпизод, а вся Раневская в этом. Лучший поэт нашей советской эпохи. Маяковский вообще любил Баку. А Маяковский про Баку писал что-то? «Баку жирное пятно на пиджаке мира». У Маяковского, в отличие от Есенина… Я бы после этого запретил бы въезд в Баку. Не-не-не. Вы знаете, да, все же нельзя. Вырывают строчки из контекста. А у Маяковского о Баку два очерка. Причем у Есенина прозы почти нет. Она у него корявая. А у Маяковского шикарная проза. Вы можете гуглинуть вот сейчас. «Америка в Баку» и «Рожденные столицы». Два очерка Маяковского о Баку. И что он пишет? «Люблю я Баку. Есть в нем что-то особенное, никогда не забывающееся. Лучше всего Баку – вышки, цистерны, лучшие духи, нефть. А дальше – степь, пустыня даже». Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани, но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона от одного Баку. А он застал Баку в очень интересный период, когда в первые годы советской власти советская власть разгребала вот эти авгиево-конюшни инфраструктурных проектов. Здесь никак не могли провести трамвай. Советская власть его запустит в 1924 году. Канализацию проведут. А потом в 1926 году Бакинский трамвай имел такой колоссальный успех, что «Звуна года им позже» в 1926 решают электрифицировать железную дорогу от Баку до нефтепромыслов. И рождается идея пригородных поездов, то есть концепция пригородных электричек впервые была реализована в Баку. Потому что она соединила центр города с поселком Сабунчи. 20 километров. Электрички бегали туда и обратно. И в это время приезжает Маяковский. И что он пишет? «Часов в 6 утра протираю глаза. И от необычайности зрелища и от яркости солнца навстречу прогромыхал огромный электропоезд. Чистейшие вагоны поднимали к проводам пары стальных иксов. На таких же вагонах возили меня электропоезда под Нью-Йорком. Это рожденные столицы. А дальше Америка в Баку. По щупью понаслышке бакинцы конструировали машины стоящие по Америке. А когда дорвались до американских, поняли, что наврали мало, а кое в чем превзошли свои стальные идеалы. Маяковская очень интересная проза. Здравствуйте. Привет. Фархад. Привет. Как дела? Как дела? Как дела? Так, друзья, это Фархад. Очень приятно. Это человек, который знает все про азербайджанскую кухню. По крайней мере стараюсь. Ты не выглядишь, как человек, который вообще ест. Мне повезли обеду. Какое главное бакинское блюдо? Наверное, все-таки босбаш. Это что такое? Я так думаю, по крайней мере. Босбаш – это вареная баранина с картофелем. Бывает крифта босбаш. Крифта – серая голова. Это серые большие тефтели с картофелем. То есть это одно из блюд, так скажем. Но, естественно, нужно пробовать все. Шашлыки, кутабы. Сейчас будем устраивать то, что писал я тебе. Ресторан делится, так скажем, на туристов. На местных. И рестораны, про которые редко даже знают местные. Мы их в своем кругу называем, конечно, свинарниками. Понятно, да, почему? Не очень чисто. То есть, но это места, где готовят именно вот аутентичную такую кухню, к которой все привыкли. У нас в регионах на дорогах считается, что лучшие места – это там, где кушают гаишники. Соответственно. Потому что они его любят. И вкусно значит. Значит, первое место, в котором должно быть очень вкусно. Сюда туристы не заходят 100%. То есть, это такое не туристическое место. Это у нас классическое место. Юля кем. Это так называемый трикот. Ребрышки молодого ягненка. Ну, 9-10. Это яблочки молодого ягненка. Это у нас бастерва. Это говядина в чабреце. А вот это тот самый шашлык в диафрагме. Шашлык в диафрагме. Шашлык в диафрагме. Оборачивают, да. Диафрагмы оборачивают, куски мяса, куски печени. То есть, разные абсолютно. Просто продукты. Просто какие-то рецепты, переносляющиеся из поколения в поколение. Ну, смотри. Основное правило это что? Всегда хорошее мясо. Знать, у кого покупать у нас. И намет он голос. Потому что невозможно же. Вот мы смотрим в фильмах. Вот они берут такой большой кусок мяса. Запекают его шубом. Проверяют там температура. С этой едой так не получится. На взгляд, на запах. У нас в Габале есть небольшое место. В принципе, она в технику уже и в городе появилась. Но там старинная техника готовки мяса. Это что? Раскаливают камень. Плоский камень. Его калят на огне. Сверху выкладывают курицу, мясо. Ну, что хочешь. На камне. На камне. И закрывают другим камнем просто-напросто. И это прожаривается там вместе с курдюком. На чистом открытом огне. Кухня каждого региона отличается от другого. Во-первых, территория была, ну, не знаете, здесь огромное количество культических узлов. Да. Естественно, ты можешь проехать 50 км и попасть в совсем другую климатическую. У нас даже субтропик есть. На юге совсем. Вот две Астербайзены есть субтропики, где растут бананы. А Баку это, это что-то? У нас здесь сухой такой. Сустынный климат. Ну, это не постепенно. Это все-таки, я не знаю. Баку это вообще отдельная тема здесь. Обширанский полосец. Здесь шутка, что в Баку два человека идут друг другу навстречу, и обоим в лицо дует ветер. Сто километров от Баку, и ты уже лес, зелень, горы. Ты попадаешь в другой мир абсолютно. И на север едешь одна кухня, на юг едешь другая кухня, на запад другая, на восток не поедешь, на востоке море. Адрес какой здесь? Алискер Олег 1, 46А. Да, это просто невероятные шашлыки, Максим. Я вам лично даю рекомендацию и гарантию, что если здесь будет невкусно, можете приехать ко мне в Москве, Арбат, дом 30, пристроение 3, и плюнуть мне в лицо пережеванным апельсином. Клянусь, лучшее место. Илья, это к тебе. Это ребята, которые занимаются урбанистикой. Привет, привет, привет. Да, я автор блога «Трансфорд в Баку». А, супер. Так, ну рассказывай. В принципе, вдохновился я твоим блогом когда-то. И еще можно сказать, что блогом Аркадия Гершмана. Аркадия, это просто супер-лайк тебе, что тебя даже в Баку читают. Главный вопрос, который нас с Аркадом интересует, когда вернется трамвай на улицу Баку? На самом деле, недавно были такие разговоры. Приезжал Альстон. Да. Предлагал построить трамвайную систему. Так. Ну, пока это так, завершенно. Пока ничего кроме этого, собственно, не произошло. Просто вот эти же широченные улицы в центре, которые... А Баку был трамвай? Да. Баку был трамвай, да. И вот эти вот широченные улицы в центре, которые совершенно чужды мне, да, всякому городу. Неудобно по нему ходить. Это шумно, это... Есть типичная ошибка постсоветских трамвай. Да, да. Расширяются улицы, насколько это возможно. Надеясь на то, что там пробки исчезли сами. В итоге получается несправедливый, неудобный, опасный город. И надо с этим что-то делать. Бакинцы хотят трамвай? Бакинцы некоторые хотят. А некоторые говорят, что это приведет к еще большим пробкам. Что, в принципе, типичная ошибка. Да. Ребята, к пробкам приводит не трамвай, к пробкам приводит чрезмерная автомобилизация, отсутствие альтернативы. Поэтому нужно в городе правильно ставить приоритеты. В этом плане Баку, конечно, совершенно несправедливый город. Потому что он сделан в первую очередь для автомобилей, чтобы по Баку удобно перемещаться на автомобиле. Когда меня возят на машине или ты едешь на такси, это очень здорово, действительно. Быстро ты отовсюду попадаешь из точки А в точку Б. Но этот город очень несправедливый. Потому что если у тебя нет возможности ездить на машине, или ты не хочешь ездить на машине, ты оказываешься в ущебленном положении. Особенно если ты пожилой человек, если у тебя там вещи, ты больной человек. То есть это город для молодых здоровый, для сильных, для богатых. В этом плане бездорого. Ну я же скажу, что автомобилизи тоже не очень счастливы. Это сегодня воскресенье, пробок не так много. Мы здесь можно, да, перейти? Вот сейчас можно. Вот сюда, в забор мы можем перейти, да? Ну хорошо. Вот, ребята, вот-вот, чем подземные переходы плохи. Такие вот, как Максим, не могут перейти дорогу. Мы вот так долго все это обходили, потому что здесь, говорят, один из немногих переходов есть. Да, чтоб на эту трассу. А остальные, они все бегают. Вон, видите, люди бегают все через дорогу. Вон, все бегут вообще. То есть даже не надо специально выжидать. Просто стой и снимай. Массово нарушают правила. Но это вынуждено нарушение, потому что среда провоцирует нарушать. Конечно, очень плохо. Платная парковка, которая не работает. Мне больше интересно то, что здесь желтая линия. Я не знаю, как в Азербайджане, но во всем мире желтая линия это запрет парковки. Вообще, желтая линия, значит, нельзя парковаться. У вас можно, да? Да, если нет, значит, правда. Окей. Ну, то есть это какое-то, видимо, исключение из правил. Ну, вообще, желтая линия... В правилах так и написано у нас. Просто они рисуют желтую линию всегда. Ну, я понял, да. Видимо, красивая кажется. Красивая. Желтая линия. Вот здесь ходит вот этот мужчина, который, видимо, парковщик. Что с парковкой происходит? Значит, лет пять назад город решил ввести платную парковку. Это было указание президента. И этим занялась исполнительная вас горда. То есть... Ну, мэрия, грубо говоря, по-моему. И в результате она... Они допустили все возможные ошибки, которые можно было допустить. Например, при каждой парковке стоит отдельный парковщик, который должен следить за тем, что люди платят за нее. В итоге это оказалось тем, что им платили один монат и парковались на весь день. При том, что час стоит один монат. Официально. А потом их полномочия передали Бакинскому транспортному агентству. Это было в июле. Те, в общем, не сдали дела, а те не приняли дела. Поэтому сейчас полный хаос. Никто ничего не платит. А те старые парковщики до сих пор занимаются своим делом. И тут можно сейчас посылать, правда. Вот так. То есть полная анархия. То есть платной парковки сейчас нет? Сейчас ее нет. Ее должно ввести в новом формате Бакинское транспортное агентство, которое еще это не сделало. Да, ну грустно. Грустно, потому что... А кроме того, ГАИ не имеет права, что формат за правой парковщик. Совершенно очевидно, что в Баку никто не администрирует парковочное пространство. Никто не взимает штрафы. То есть, может быть, конечно, как-то и взымают, но нет такого понятия как неотвратимость наказания, судя по тому, как люди паркуются. То есть куча самозахвата. То есть магазины, какие-то рестораны захватывают дорогу около себя. Они почему-то думают, что это их земля. Они могут поставить там какие-то столбики, парковать своих клиентов. В общем, ситуация примерно такая, какая была в Москве в 90-х годах, когда каждый... ну просто полный беспредел. Какие-то нелегальные парковщики, и, кажется, кто-то что-то подходил, еще что-то. А у вас машины эвакуируют? Уже нет. А, и машины еще не эвакуируют. А че халява? Я просто... Не штрафуют, а не эвакуируют. Не штрафуют, а не эвакуируют. Ребята, вот, Баку рай для автобыдла. Если вот вы не соблюдаете правила, приезжайте в Баку, и вам за это ничего не будет. Скорая помощь просто на тротуар поставила машину и все. Ну клиника, да, естественно, она... И очень удобно сделали тротуар, чтобы скорая помощь там поставалась. Я так понимаю, сейчас это программа по безбарьерной среде, и перед каждым пандусом у них два знака. Коляска и инвалид. Я такого не встречал. Зачем делать эти два знака, непонятно. Нигде в мире так не делать. И так понятно, что пандус и пандус сделали, молодцы. Зачем лишний раз об этом говорить, непонятно. Безбарьерная среда резко закончилась. Опять барьерная среда у нас. Да, говорят, в связи с тем, что этап Формулы-1 проходит, они убирают разметку, чтобы какой-нибудь француз или англичанин, пилот Формулы-1, увидев зебру, не остановился по привычке. Ну он едет так, на своем болиде, там, 200 км в час по Бакинским улицам, у него каждая сотая доля секунды дорога, и тут он видит, что зебра, и у него инстинкт притормозить. Просто потрясающая архитектура. Называется, я его слепил из того, что было. Вот все элементы, которые были у архитектора, он решил применить в этом здании. Друзья, напишите в комментах, вы понимаете, почему это здание плохое или нет? Вам нужно объяснять, потому что, по-моему, ответ очевиден. Достаточно посмотреть на эту вот колонну. Сносят частично застройку, оставляют какие-то памятники, архитектуры и ценные здания. Это типичный пример непонимания ценности исторической среды, потому что среда, цена именно своей целостностью, то есть, когда есть непрерывная историческая ткань в центре города, вот это ценно. А когда, вот видите, они частично сносят и лепят здесь потом многоэтажные вот эти здания, теряется уже вся ценность исторических зданий. Они остаются маленькие, зажатые, совершенно не интересные, поэтому несколько раз важно даже вот такие дома сохранять, которые с виду никакой архитектурной ценности не представляют. Максим уезжает, расстаемся в Баку. Я остаюсь здесь в депортационном бизнес-зале специальном. Пить азербайджанское вино, есть бакинские помидоры, а Максим уезжает от меня. Ну, мы увидимся вечером в Москве. Да. Если из Баку вылетаешь азербайджанскими авиалиниями, то есть отдельный лаунж прямо на вылете, то есть заходите не в основной зал аэропорта, а вот есть отдельный лаунж. Пока вас регистрируют, оформляют багаж, можно перекусить, отдохнуть. В Баку невероятно красивый аэропорт. Посмотрите, как здесь все сделано. В этих вот штуках там расположены кафе, магазины, спа-салон, кафе. Да, вот пока ждете рейс, здесь можно почитать и поработать, посидеть. Надеюсь, вам было интересно, по-моему, неплохо получилось. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно новое видео. А у нас скоро будет много интересных путешествий и много интересных поездочек. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok